МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С политическим экспертом Тарасом Черноволом. Тарас, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Обо всем по порядку начинаем с антикоррупционного суда. За принятие этого законопроекта сегодня проголосовали 282 депутата. Законопроект поддержали представители всех фракций парламента. Вот прокомментируйте, как так получилось? Потому что до этого было очень много дискуссий, что ряд фракций не хотели голосовать за президентский законопроект. Ну, давайте так. Ряд фракций не хотели вообще голосовать, и очень много лично депутатов не хотели вообще голосовать за законопроект, который для них, по сути, написан. В первую очередь, о них. И они это очень хорошо понимали. Потому нужно было определенный момент политического давления, который было. Потому что всем было ясно, что каждый, кто не проголосовал, его прописочат во всех СМИ. Каждая фракция, которая не проголосует, она себе перечеркнет свое будущее. Ну, кроме, очевидно, оппозиционного блока, для которого это не имело большого значения. А два представителя проголосовали. Да, у них только два человека проголосовали. В двух группах там тоже, так, где-то половина в среднем проголосовали. Остальные фракции, все, что могли собрать, реально пришли голосовать. Потому что слишком жестко было заявлено, что будет информация о всех для общественности. Поэтому не проголосовать не могли. Теперь обращаемся к президентскому законопроекту. Первое. Вот я до сих пор не могу понять, для чего и как посмели зарегистрировать непрезидентский, альтернативный, если в Конституции прямо написано. Создание новых судов, новых типов судов. Это исключительно приоритет президентский. Потому что там написано, он создается на основании законопроекта, который Верховную Раду вносит президент по согласованию с Высшим Советом Юстиции. Ну, теперь уже Высшим Советом Правосудия. И другие просто не были неконституционными в этом поводу. А теперь еще политический момент. Пока можно было много пиариться на этом. Много все рассказывали. Президентский не такой, президентский плохой. До Давоса. А в Давосе, когда произошла встреча и разговор Петра Порошенко с Критином, Агард, с руководителем Всемирного банка, прочее, и все стало на свои места. Свели воедино все предложения. Представили, что это все можно спокойно внести, ко второму чтению, что нет концептуальных разногласий. И реально в первом чтении все те, кто еще месяц назад заявляли, что никогда он коррупционный, все он плохой, все спокойно проголосовали. То есть вот эти законопроекты, которые были не президентские, по сути, юридически они абсурдны, невозможны. Они абсурдны, потому что напрямую... И это пиар, депутат. Правильно, пиар? Это был пиар. И я думаю, что им просто разрешили их зарегистрировать, только для того, чтобы они не делали лишних конфликтов, понимая, что все равно первым шел президентский, который раньше всех был зарегистрирован, и все понимали, что голосовать будут именно за него. Любые другие, но они просто незаконные. Конституция напрямую определяет. Ну, так как бюджет может подавать только правительство, не может отдельный депутат подавать. Так само и создание нового суда может подавать только президент. Прямая конституционная норма. Продолжаем теперь говорить по поводу этого законопроекта. Прошло первое чтение. Будет скоро, буквально через две недели, в лучшем случае, второе чтение. Итак, цитата. Согласно процедурам, которые заложены украинским законодательством, две недели потребуется на внесение поправок, дополнений и предложений к этому законопроекту. Уже в зависимости от того, сколько этих поправок будет внесено, будет происходить заседание комитета, заявил глава депутатской фракции БПП Артур Герасимов. Как вы считаете, какие именно вопросы вызовут больше всего дискуссии у депутатов? Знаете, мне кажется, все дискуссии уже прошли. Никто не хочет стать ни врагом Соединенных Штатов Америки и Европы. Никто не хочет, чтобы во всем мире его рассматривали как персонально коррупционера. Потому реально будут поддержаны только три блока правок. Те, которые согласованы с международными организациями, которые поддерживают Украину, с странами, донорами, организациями, донорами и прочее. Первый блок – это правки по поводу контроля, выдвижения кандидатов в суде. Вот там есть право вето, оно уже в президентском законопроекте есть, право вето со стороны вот этой именно такой Совета Доброчестности, который отслеживает и он может остановить. Но это право вето, Высший Совет Правосудий имеет право преодолеть двумя третями своих голосов. И было требование от общественных организаций и от международных организаций, чтобы был все-таки вариант, когда нельзя преодолеть. То есть, если, скажем, приводят абсолютно аргументированные доказательства, что этот судья не просто нам не нравится, а этот судья, за ним есть вот такие факты. В таком случае это блокировка. Это блокирование, этот судья уже не может рассматриваться. А вот что Вы скажете по поводу расхождения именно набора вот этой комиссии совещательной при отборе судей? Потому что есть момент, что в президентском законопроекте есть разногласия для Венецианской комиссии. Да нет, да нет, как раз я... Вы знаете, у нас сделали вот такую икону с вывода Венецианской комиссии, и никто ее, оказывается, не читал. Я взял и прочитал. А там очень четко написано. Она давала вывод, и она говорила о тех моментах, которые нужно, чтобы была соблюдена украинская конституция, и чтобы были максимально... Были международные эксперты. Международные эксперты. И потому там действительно будет несколько... Это как раз вот эта процедура выдвижения и контроля, первого контроля, первого сита, который делает вот этот доброчестности комиссия, именно будет происходить. И там система ее формирования будет утрясаться, там еще будут изменения. Это все в этом первом блоке. Изменения ко второму чтению. Второй блок – это те дела, которые подсудны этому суду. И вот тут есть пока что открытая дискуссия. Потому что все наши тут антикоррупционеры местные, плюс международные организации требуют, чтобы там подсудность была только то, что сделала НАБУ, расследовала, то, что специальная антикоррупционная прокуратура внесла, чтобы только это рассматривал этот суд. Ну, на мой взгляд, это абсурдно. Реально где-то взаимоотношения в числе по всем другим делам приблизительно выглядят так. Один судья где-то на несколько десятков, может даже на сотню следователей. Поскольку мы понимаем, следствие иногда и идет многие годы. Суды, как правило, все-таки короче и не занимают все это время. Потому когда судей будет ровно столько-столько следователей, они просто будут без работы. Я думаю, что все-таки вернуться к варианту президентскому, где другие коррупционные действия, которые проходят через Генпрокуратуру, через Службу безопасности Украины, через наши ФБР, ДБР, тоже орган. Если там нарушения коррупционные свыше около миллиона гривен и выше, вот от этой суммы уже можно тоже передавать в этот суд. Но это открытый вопрос, там идет дискуссия. Ну и последнее, это блок вопросов, это квалификационные требования к кандидатам в суде. Ну, они очень жесткие. Да, потому что там надо минимум 5 лет стажа, плюс стажироваться в Европейском суде по правам человека. У нас много таких кандидатов? Я думаю, что у нас действительно немного, и потому там уже принято тоже политическое решение, там будет упрощение. То есть по этому поводу тоже уже решение есть. Вы много рассказали правок, много дискуссий действительно будет во время между первым и вторым чтением. А вот что по этому поводу думает наш президент, давайте я вам прочту цитату и вы прокомментируете. Итак, Петр Алексеевич сказал, «Я не дам заговорить проект нелепыми поправками и не дам отложить его в долгий ящик. Проволочки во втором чтении являются абсолютно недопустимыми. Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной. Запуск антикоррупционного суда должен завершить антикоррупционную инфраструктуру государства», сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Какова вероятность того, что уже этот законопроект примут весной? Знаете, если посмотреть, как за него голосовали в первом чтении, я думаю, вероятность просто колоссальная. На самом деле, законопроект идет по комитету, в котором очень хорошо отложена работа. Это комитет по правосудию, там действительно хорошо работают, там хорошо соваженный секретариат. Какая сама система? Две недели комитет не занимается законом, они только принимают, систематизируют, готовят поправки от депутатов. Через две недели аппарат садится, прорабатывает, создает сравнительную таблицу, как правило, делает свои предложения. И после этого комитет, уже депутаты заседают и принимают решения по всем поправкам. На самом деле, я думаю, аппарат, который неделю поработает, наверное, круглосуточно, по сути, подготовит им полностью таблицу, где точно будут поддержаны вот эти три блока, о которых я говорил, и все другие поправки, наверное, будут отклонены. И будет все-таки договоренность с фракциями, чтобы не настаивали на рассмотрении вот этих поправок других. И эти блоки, которые будут согласованы с другими фракциями, будут вынесены в зал. То есть, на самом деле, самое быстрое время рассмотрения, это может быть апрель, но, вероятнее всего, это конец апреля, начало мая. Это реально. До конца весны. До конца весны. Это, когда законопроект, то есть, пройдет второе чтение. А что вы скажете по поводу того, когда фактически антикоррупционный суд может начать работу? Простые критерии. До парламентских выборов или после? Значит, по всем данным, он должен заработать еще до президентских выборов. До. До президентских. До президентских. Но президентские это октябрь, а парламентские... Нет, 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 нет. Президентские выборы, это у нас конец мая, следующего года. А парламентские у нас в следующем году, уже в октябре. То есть, вы ставите, что где-то в середине 2019 года, возможно, антикоррупционный суд начнет работать. Дело в том, что там, на самом деле, есть очень продолжительная процедура, это отбора судей. Даже не отбора судей, а создание вот этой комиссии доброчестности, которая должна отбирать судей, проверять их, контролировать. И вот этот процесс, он может затянуться, но он уже отлажен, отработан, ну, со сбоем. Не хорошо отработан, но все-таки отработан на НАБУ, которые создавались, антикоррупционное бюро, и на НАЗК. И после этого, я думаю, уже зная те ошибки, я думаю, что суд будет создан полностью до конца этого года, если не будет каких-то задержек. Но работать он все-таки, чтобы такая структура на ново начала работать, ну, там нужно все-таки месяцев 2-3 для запуска. То есть, реально, кворум в суде, я думаю, до конца года должен быть, если не будет каких-то, ну, знаете, уже просто провокаций со стороны каких-то там политических групп. Посмотрим, как это будет происходить. Дело в том, что у нас не так много времени осталось, и мы бы хотели с вами обсудить еще одну интересную тему. Это отставка главы Национального банка Украины Валерии Гонтревой. Вот напомню вам, а также нашим телезрителям, что сегодня Верховная Рада в очередной раз отказалась заслушать отчет нынешней главы НБУ Валерии Гонтревой и уволить ее с занимаемой должности. Соответственно, назначить на эту должность внесенную президентом Петром Порошенко кандидатуру первого заместителя Гонтревой Якова Смолья. Цитата. Все и БПП, и Народный фронт поддержали кандидатуру Смолья. Если говорить, что проблемы с кандидатурой, то так вопрос не стоит. Было решение о пакетном голосовании, а мы оказались в заложниках этого бесконечного пакетного голосования, заявила Валерия Гонтрева. Вот как вы считаете, все-таки Валерия Гонтрева также утверждает, что 15 марта ей также не дадут отчитаться о своей работе как главы НБУ и уйти в отставку депутаты. Вариант ваш, прогноз по этому поводу? Не, ну давайте так. Так или иначе, Валерия Гонтрева отчитается, и Яков Смолей будет назначен. Тогда почему депутаты откладывают это решение? То есть они не отказались, они отложили. На самом деле, давайте поймем, не так много сегодня потенциальных руководителей Национального банка, которые сегодня смогут нормально, во-первых, продолжить то, что дело Гонтрева, потому что есть поддержка международных организаций, крупных системных банков. У нас только политики говорят, что Гонтрева плохая. Почему-то и МВФ, и Мировой банк, и системные банки в Украине, те, которые не легли, которые не стали конвертационными центрами, которые у нас ничего не украли, все поддержали ее политику. То есть на самом деле там все не так плохо. А то, что за время ее правления довольно большое количество банков в Украине закрылось. Так все дело в том, что все они и должны были быть закрыты. Закрыты экономерационные центры, закрыты специальные банки закрытого типа, в которых проводились грязные операции отмывания денег под определенных олигархов и прочее, прочее. То есть на самом деле там проведена довольно хорошая системная работа. За правление Гонтревой ликвидировано вот такое явление, которое у нас оставляло где-то половину банков. Если такая качественная работа была у нее, почему она уходит в отставку? Дело в том, что она уже, знаете, вот в этой работе нужно иметь контакт и нужно иметь репутацию. Ее уже спалили. Очень много было против нее выпадов. Она взяла на себя весь негатив. Продолжатель ее, может быть, Яков Смолий. Его готовы видеть в международных финансовых организациях, но людей, которых уже там знают и готовы с ним работать, не так много. Сегодня, когда нет голосов, потому что действительно идут какие-то торги, там фракции, которые должны проголосовать, что-то за это хотят. Ну, я сам был депутатом, я прекрасно понимаю, что это плохо, но это, увы, есть. И не только в нашем парламенте, увы, и многих других, и даже намного более там цивилизованных, там развитых странах мира тоже есть. Ваша точка зрения, когда все-таки назначат нового главу НБУ? Ну, я могу точно сказать, не позже какой даты. Точно это будет не позже того дня, когда во втором чтении будет принят закон о антикоррупционном суде. Почему? Потому что оба момента очень важны для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. Я напоминаю, у нас с 2018 по 2020 год пик выпад за старыми долгами. Долги, которые еще брали при Кучме, Тимошенко больше всего набрала долгов, при Януковиче, все эти долги сейчас пиковое напряжение. У нас нет реально своих финансов для того, чтобы сегодня это погасить. Можно погасить, только взял перезаем. То есть нам нужно, на хороших условиях, Международный фонд понимает ситуацию, он готов и дать, но он сказал. То есть нужно провести реструктуризацию долгов наших, я правильно вас понимаю? Идет речь не о реструктуризации, а о возвращении долгов через новый заем на тех самых условиях. То есть это то, что делается... Но для этого нужен новый глава НБУ, правильно? Это нужен новый глава. Но раньше, чем будет официально проголосовано закон и подписан о антикоррупционном суде, Международный валютный фонд тоже не будет готов сотрудничать. Потому до этого времени можно там оттягивать, там что-то там торговаться. Но в тот момент, когда будет понятно, что уже идет антикоррупционный суд, уже на второе чтение, в тот день это последний тайм-аут, когда нужно обязательно уже иметь председательное национальное банк. Услышал вас, Тарас, а также наши телезрители. Время поджимает. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли в нашу студию, поделились своими мыслями. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был политический эксперт Тарас Черновил. Меня зовут Тимофей Львудин. Увидимся на телеканале UATV.